друзья всех приветствую на торговой сессии четверга снова мы на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки ну что ж на финансовых рынках в моменте продолжаются укрепления американского доллара что как отмечалось ранее в целом является довольно странно потому что мы видим рост американского доллара вместе с ралли акций и очевидно склонности инвесторов к риску в частности поддержка рисковых активов ну прежде всего делать акцент конечно же на фондовой площадке обусловлено массовыми компаниями по вакцинации которые позволяют рассчитывать на то что человечество сможет победить к вид не допустит появления новых вспышек коронавируса и соответственно через какое-то время ну будем надеяться непродолжительная экономическая активность вернется к прежним до кризисным значениям и мировая экономика будет снова показывать стабильные показатели экономического восстановления это конечно же все так может быть для а супер оптимистов ну действительно такая тенденция и подобные ожидания являются вдохновляющими но будем конечно же надеяться на лучшее то что так оно произойдет но пока давайте работать с тем что есть в частности говоря про а курса и динамику доллара индекс американской валюты сейчас находится на отметке девяносто один двадцать семь друзья распродажи доллара начнутся настолько быстро насколько на конгресс сша согласуют новые меры экономической поддержки причем я ожидаю что произойдет это ну прям совсем скоро потому что очевидно что переговоры в моменте продолжаются между сомневающимися республиканцами и непосредственно администрации белого дома республиканцы предлагают альтернативу сократить общий пакет фискальных стимулов там с 1 и 9 триллионов до 600 но может быть чуть больше байден демократы сопротивляются настаивая на том что нужно в обязательном порядке выделять сейчас сумму которая будет максимально приближена вот к верхнему лимиту в 1 и 9 триллиона долларов то есть если компромисс друзья и будет между республиканцами и демократами то этот компромисс будет лежать в плоскости суммы гораздо выше 1 триллиона долларов и в этом случае я уверяю вас а будет реакция доллара которую мы с вами ожидали в качестве реакции на пакет экономических стимулов на 1 и 9 триллиона потому что если домохозяйство реально получит больше одного триллиона долларов это безусловно возвращение на рынок ну всех тех рисков о которых я ранее говорил касательно инфляции также это возвращение на рынок тотальнейшего позитива который приведет к росту рисковых инструментов и снижение курса защитных активов вчера либо несколько брифингов назад я делал акцент на то что действительно борьба между республиканцами и демократами она продолжается но демократы всерьез рассматривают возможность как бы принять этот пакет экономических стимулов в обход республиканцев и собственно накануне демократы сделали первый шаг в этом направлении запустив процедуру бюджетного примирения эта процедура говоря простым языком может дать предоставить возможность новоиспеченной демократической партии реализовать определенную экономическую инициативу на байдена простым большинством не знаю удастся ли им это сделать или нет но я обеими руками за то чтобы это произошло потому что в целом на многие идеи которые я сейчас использую в рынке опираются на вот этот пакет фискальных стимулов я очень хочу друзья чтобы вы осознали насколько сейчас созданы условия для того чтобы эти экономические меры были приняты мы неоднократно слышали уже от новоиспеченного главы министерства финансов сша джанет елен о том что промедление с этими стимулами сейчас это фактически повторение ошибки конца прошлого года когда может пропасть и еще один квартал который реально сейчас можно использовать в качестве базы для долгосрочного восстановления и если этих мер сейчас не будет в потребных объемах то соответственно американскую экономику ждет рецессия если вы бы занялись сейчас поиском идеи как бы от инвестбанка вы бы наверняка смогли найти подтверждение того что то восстановление доллара которое наблюдалось в последние дни это больше краткосрочная динамика которая очень скоро сойдет на на нет нефти 5880 друзья мы фактически достигли до наших следующей цели 59 долларов за баррель но я думаю что можно смело держать и до 60 потому что ну такой фон сейчас его нужно использовать нефть растет получая поддержку ну во-первых на данных по запасам вчерашний отчет администрации энергетической информации вновь подтвердил что запасы снизились и это позитивный фактор для котировок нефти следующий новостной нюанс это заседание технического комитета опека цель которого проанализировать уровень выполнения квот по уровню по объемам сокращения добычи так вот в декабре а страна опека на 99 процента выполнена обязательства по сокращению нефтедобычи поскольку общее сокращение составила 7 7 миллиона какие параметры сделки сейчас являются приоритетами напомню что в первых числах января страны опек плюс обсудили что в феврале марте нужно изменить эти квоты фактически россии казахстаном была предоставлена возможность поднять производство на 170 тысяч баррелей в сутки казалось бы рост добычи это по идее негативный факт но это действительно так друзья но было и смягчающее обстоятельство компенсирующий фактор потому что в тот момент когда россия и казахстан увеличат добычу другие участники энергетического пакта производство нефти будут сокращать и в гораздо более значительных объемах потому что как вы помните только саудовская аравия с 1 февраля взяла на себя обязательство снизить производство нефти на 1 миллион баррелей а в совокупности саудовская аравия еще ряд ближайших союзников снизит ближайшие два месяца производство нефти на 1,4 миллиона в сухом остатке получается то что участники ближнего восточного картеля реально реагируют на текущие показатели спроса и в связи с этим координирует уровень нефтедобычи я думаю что пока такая повестка на рынке сохраняется мы можем придерживаться длинных позиций нам не нужны супер амбициозные цели выше 60 потому что скорее всего существенно выше 60 котировки не пройдут потому что при таких ценах на нефть основана претензий на рынок и серьезную долю на площадках заявят американские производители и где-то там чуть выше 60 начнется коррекция думаю что доберемся до 60 можно будет сделать как-то выходить доллар канадец 128 завтра отчет по рынку труда не только сша но и канады соответственно нам нужно чтобы пара выросла и на основании того отчета которые мы получили накануне от и дипи статистика по американскому рынку труда что довольно странно ну ладно давайте будем работать с теми цифрами которые есть казалось неплохой если и нонфармы покажут цифры схожие с тем с теми что мы видели от и дипи то соответственно роста количество новых рабочих мест может дополнительно поддержать локально только курс доллара и если еще и параллельно с этим будут слабые данные по рынку труда канады то соответственно наша с вами цель 1.30 реально замаячит на горизонте я думаю что пара доллар канадец при таком сценарии может закрыть эту неделю в районе 1.29 биткоин растет 37 тысяч 650 долларов за один биток когда-то мы с вами смотрели на индекс настроение крипто фирринг рит я рекомендовал выкупать когда биткоин был чуть-чуть выше 30 тысяч долларов сейчас соответственно мы забрались гораздо выше я думаю что держать стоит с цельми даже обновление прежних максимумов американский фондовый рынок продолжает расти в 3814 пунктов по сэнпи в моменте вчера 10 пунктов друзья не хватило до исторического максимума и опять же так же как и в ситуации с долларом фонда сша снг и nasdaq и доу-джонса обязательно перепишут локальные максимумы и заберутся существенно выше новых исторических хаев как только конгресс сша на примета решение о новых мерах экономического стимулирования параллельно с этим будет снижаться курс доллара евро против американца 120 12 соответственно используем уровень 120 как поддержку для и трамплин для последующего роста и фунт против доллара 1 3595 сегодня супер четверг для англии много статистики ставка объема покуп активов прогнозы экономического роста я выставил отложку by stop с уровнем точнее by limit с уровня 135 50 и готов друзья оказаться в игре с длинной позиции по этому инструменту на этом собственно все хорошие торговой сессии всем пока